Библейский портал экзегет.ру представляет Библейский портал экзегет.ру представляет цикл бесед о Первом Соборном Послании Святого Апостола Иоанна Богослова. Сегодня мы говорим о четвертой главе. Возлюбленные, не всякому духу верьте, но испытывайте духов. От Бога ли они? Потому что много уже пророков появилось в мире. Духа Божия и Духа заблуждения узнавайте так. Всякий дух, который исповедует Иисуса Христа, пришедшего в опоте, есть от Бога. А всякий дух, который не исповедует Иисуса Христа, пришедшего в опоте, не есть от Бога, но это дух Антихриста, о котором вы слышали, что он придет и теперь уже есть в мире. Апостол предостерегает христиан от уже пророков. Говорит, не всякому духу верьте. Не все духовное хорошо. У нас есть, опять-таки, в обычном разговорном языке слово «духовное» — это хорошее такое слово. Вася, он очень духовный человек, он, значит, ест одну лишь травку и там сидит в позе лотоса. И апостол говорит, что быть духовным — это не всегда хорошо, но стана — он тоже дух. И мы живем в мире, как и апостол живем в мире, где много разных духовных практик, много разных духовных изысканий. И апостол говорит, что далеко не все духи — это хорошо, что можно быть духовным, и это может быть очень ужасно, потому что это может быть духом заблуждения. Как узнавать духа Божия и духа заблуждения? Ну вот, опять-таки, я помню, когда я случайно включил телевизор, и там какая-то битва экстрасенсов, тоже все очень духовные, в этих всех духовных мирах, там в островах летают, прям это постоянно. И как понять? Человек, да, претендует на то, что он духовный, на то, что он в духовном мире, вот там, оперирует. Как понять, как относиться к подобным явлениям? Апостол говорит, духа Божия и духа заблуждения, узнавайте так. Всякий дух, который исповедует Иисуса Христа, пришедшего в опоте, есть от Бога. Всякий дух, который не исповедует Иисуса Христа, пришедшего в опоте, не есть от Бога, но это дух антихриста. То есть, дух от Бога, он исповедует Иисуса Христа, пришедшего в опоте. И прежде всего, конечно, апостол обличает здесь гностиков, которые, это была особенность их ереси, они отрицали реальность Бога воплощения. Они считали, что материя это что-то, в принципе, злое, это что-то, в принципе, порочное. И поэтому Иисус не мог иметь материального тела, а его материальное тело было иллюзией. Еще этих еретиков называли дакетами от слова «дакео» казаться, что мы бы сказали «голограмма». Как там в кино бывает, в каких-то научно-фантастических фильмах, там является голограмма и чего-то вещает, она такая полупрозрачная. И апостол Иоанн подчеркивает, что Христос пришел в опоте, он стал человеком. Но эти слова апостола, они имеют более широкое значение. В чем цель Святого Духа? В чем цель добрых духовных существ? В чем цель ангелов? В том, чтобы привести нас к вечному спасению. Как они это делают? Приводя нас к вере в Иисуса Христа, пришедшего в опоте, присоединяя нас к Его Церкви. То есть способ понять, что это за Дух, это просто задаться вопросом, чего Он хочет. Чего Он от меня добивается, куда Он хочет меня привести. Хочет ли Он меня привести в общение со Христом, в общение с Церковью Христовой. Исповедует ли Он Иисуса Христа, пришедшего в опоте. И если нет, то мне стоит от этого Духа держаться подальше. Вполне вероятно, что люди, которые претендуют на духовный опыт, они действительно его имеют. Вполне вероятно, что люди, которые претендуют на общение с Духами, действительно с какими-то Духами общаются. Но апостол нас предостерегает, это Духи обмана. Это ложные Духи. И мы знаем, что сейчас, особенно когда у человека есть вообще духовные интересы, и это само по себе хорошо, он ищет контакты со сверхъестественным, ищет контакты с духовным миром. И бывает, что такие люди легко попадаются во всякие ловушки. Они занимаются тем, что Священное Писание резко порицает. Еще далеко в Ветхом Завете, в 18 главе книги Второзакония, говорится, что не должен находиться у тебя, проводящий сына или дочь через огонь, гадатель, обаятель, воржия, чародей, вызывающий духов или вопрошающий мертвых. Ибо мерзок пред Господом, всякий делающий это, засидит и мерзости Господь и изгоняет их от лица твоего. То есть некоторые духовные практики, они могут быть очень даже духовными, но они отвратительны Богу. Ни в коем случае нельзя их совершать. Тут понятно, что людям, ну более-менее понятно, когда речь идет о грехах против ближнего, там, о воровстве, об убийстве. Людям иногда бывает трудно принять, что Будда это тяжкий грех. Но когда речь идет о каких-то духовных практиках, иногда людям это непонятно. Ну а что, там же могут говорить этические совершенно нормальные вещи, что надо всех любить, что надо проявлять терпение и прочие прекрасные качества. Как в этом может быть грех? Может быть грех, может быть грех. Когда мы входим в какие-то духовные практики, которые уводят нас от Иисуса Христа, это может быть грехом и погибелью, а падшие духи, они не являются глупыми. Сатана не дурак. Он умеет составить ловушку так, чтобы люди в нее попались. И апостол, причем иногда там достаточно благонамеренные люди, ни в коем случае не значит, что люди сознательно намерены общаться с бесами, там, вздавать дьявола. Нет, конечно, они никоим образом не являются намеренными демонопоклонниками, но они являются людьми тяжело обманутыми. И вот апостол у нас предостерегает, чтобы мы не имели дела с подобными духовными практиками. И апостол продолжает. Дети, вы от Бога и победили их, ибо тот, кто в вас, больше того, кто в мире. Они от мира, потому говорят по-мирски, и мир слушает их. Мы от Бога, знающий Бога, слушает нас. Кто не от Бога, тот не слушает нас. Посему-то и узнаем духа истины и заблуждения. Ну, опять-таки, нас это кого? Апостольскую церковь. То есть апостолов и их преемников. Возлюбленные. Будем любить друг друга, потому что любовь от Бога, и всякий любящий рожден от Бога и знает Бога. Кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог есть любовь. Любовь Божия к нам открылась в том, что Бог послал в мир единородного Сына Своего, чтобы мы получили жизнь через Него. В том любовь, что не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас и послал Сына Своего в умилостивление за грехи наши. Далее апостол увещевает к любви. Мы будем любить друг друга, потому что любовь от Бога, и всякий любящий рожден от Бога и знает Бога. В греческом языке есть несколько слов, которые на русский переводятся как «любовь». Это «эрос», то есть любовь между мужчиной и женщиной. Это «филя», то есть дружеская привязанность. Это «сторги», то есть любовь родительская. И это «агапе», которая чаще всего употребляется в значении именно христианская любовь к людям, с которыми мы можем быть не связаны ни дружескими отношениями, ни семейными узами, но мы любим их, потому что они принадлежат Иисусу Христу. Или даже просто потому, что Бог их сотворил, даже если это не христиане. Если мы любим Иисуса Христа, мы любим тех, кто Его, мы любим тех, кого Он призвал. Мы не видим непосредственно Иисуса Христа, но мы видим Его людей, мы видим Церковь. И мы можем проявить нашу любовь к Иисусу Христу, проявляя любовь к Церкви. И далее апостол произносит свои знаменитейшие слова «Бог есть любовь». И вот с этими словами это интересно, я их в разных контекциях совершенно слышал. Я слышал, как их приписывают Львы Николаевича Товстома, я слышал, как их приписывают каким-то индийским учителям. Но на самом деле, конечно, это Библия, это апостол Иоанн. Почему апостол Иоанн уверен, что Бог есть любовь? Любовь Божия к нам открылась в том, что Бог послал в мир единородного Сына Своего. То есть, любовь Божия к нам открылась в Иисусе Христе. И апостол, видя это, восклицает, что Бог есть любовь. То есть, не просто, что Бог любящий, не просто, что Бог милосердный, что Бог есть любовь по своей природе. Потому что в Святой Троице есть любовь. И нам это открылось в Иисусе Христе. Высшая вообще реальность, которая есть в этом мире, это любовь. В том любовь, что не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас и послал Сына Своего в умилостивление за грехи наши. То есть, не мы заслужили любовь к Богу, не мы как-то расположили Бога к нам. Нет, именно Бог возлюбил нас, именно Его инициатива. Мы только отвечаем на Его любовь. И апостол продолжает. Возлюбленный, если так возлюбил нас Бог, то и мы должны любить друг друга. Бога никто никогда не видел. Если мы любим друг друга, то Бог в нас пребывает, и любовь Его совершенно есть в нас. Что мы пребываем в Нем, и Он в нас, узнаем из того, что Он дал нам от Духа Своего. И мы видели и свидетельствуем, что Отец послал Сына Спасителем Миру. Мы находимся в Божьей семье. И мы окружены Божьей любовью. И эта любовь проявляется, а естественным образом проявляется в том, что мы любим других людей. Иногда так бывает, что человек понимает, что других людей заповедано любить. Он это понимает на уровне воли, он пытается как-то это делать, у него это не получается. Почему? Потому что источник нашей любви к другим людям, это любовь Божия к нам самим. Мы должны довериться и поверить, что Бог нас любит. Бог нас любит, Бог нас не бросит. Мы можем быть в этом абсолютно уверены. Бог нас терпит и к нам снисходит. Бог послал Сына Своего Единородного, Иисуса Христа, чтобы искупить наши грехи. Каждого из нас. Каждый из нас дорог Богу. Каждый из нас драгоценен в его очах. И сознание этого, когда мы решаемся, и тут, конечно, нужно большое дерзновение, большая вера поверить в то, что мы так любимы, это начинает проявляться в нашем поведении, в нашем отношении к другим людям. И мы видели и свидетельствуем, что Отец послал Сына Спасителям миру. Кто исповедует, что Иисус есть Сын Божий, в том пребывает Бог, и Он в Боге. И мы познали любовь, которую имеет к нам Бог, и уверовали в нее. Апостол называет несколько критериев в этом послании подлинной веры. Что значит, в чем проявляется подлинная вера? Она проявляется в исповедании. Кто исповедует, что Иисус есть Сын Божий. Она проявляется в соблюдении заповедей. И она проявляется в любви к братьям. Он говорит, мы уверовали в любовь Божию. Любовь Божия – это не то, что мы можем непосредственно иногда переживать. Иногда мы от нее как-то закрываемся. Не значит, что мы постоянно испытываем какие-то небесные утешения. Мы их можем не испытывать по разным причинам. Мы должны верить в любовь Божию. Именно полагаться на то, что это истинно. Представьте себе семью, где женщина замужем за идеальным мужем, который ее любит, который они заботятся, который ее никогда не бросит, который за нее умер и воскрес. И представьте себе, что эта жена испытывает какие-то сомнения. Ей иногда кажется, что она ее не любит. Ей иногда кажется, что она, может быть, она такая некрасивая, глупая женщина. На самом деле он ее не любит. На самом деле вот она чего-нибудь еще сделает. Может быть, суд пересолит. Он ее выгонит окончательно. Но эти приступы паники, которые происходят в ее голове, не имеют отношения к реальности. На самом деле она замужем с мужчиной, который ее любит, и никогда не бросит. Это не зависит от того, что она там боится или не имеет к нему достаточной веры. Он ее не бросит никогда. И она должна поверить, довериться ему, прекратить оскорблять его неверие. Так и мы в отношениях с Богом должны поверить в то, что Бог нас любит. У нас могут быть разные всякие помыслы. У нас наше лукавое, испорченное греховное сердце Богу не доверяет. Доверяет кому угодно на ней Богу. Мы испытываем какое-то внутреннее сопротивление, когда мы пытаемся довериться Богу. Но вот вера – это именно решение, которое мы принимаем, уверовать в эту любовь Божию. Как апостол Иоанн говорит, мы уверовали в любовь Божию, мы просто полагаемся на то, что Бог нас любит. Это такой факт о реальности, самый важный факт в мире, что Бог нас любит. Сознаем мы это, не сознаем мы это, чувствуем мы это, не чувствуем мы это. Даже когда мы пребываем в растерянности, даже когда мы пребываем в унынии, даже когда мы испытываем острое отвращение к себе, Бог нас любит неизменно. Бог есть любовь. То есть еще раз провозглашает апостол, что Бог есть любовь, пребывающий в любви, пребывает в Боге, и Бог в нем. Любовь до того совершенства достигает в нас, что мы имеем дерзновение в день суда, потому что поступаем в мире сём, как он. В любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх, потому что в страхе есть мучение. Боящийся несовершен в любви. Святой Авадорофей, он говорит о трех ступенях духовного возрастания, что первоначально человек служит Богу как раб, то есть он боится наказания, потом он служит Богу как наемник в ожидании награды, и, наконец, он служит Богу как сын из любви и почтения к отцу. И именно этого от нас Бог хочет, как говорит Господь в Евангелии, если любите меня, соблюдите мои заповеди. Святой Иоанн Златоуст говорит о том, что если бы мы любили Бога, как должно любить, мы бы боялись не гиены, мы бы боялись оскорбить Бога. Мы бы понимали, что оскорбить Бога тяжелее гиены. И поэтому в любви нет страха, в смысле страха за себя, страха подвернуться наказанию. Но есть страх оскорбить Бога, боящийся несовершен в любви. Будем любить его, потому что он прежде возлюбил нас. То есть Бог уже нас любит. Мы не должны зарабатывать, добиваться, пытаться получить его любовь, он уже нас любит, но мы должны ответить на это своей любовью. Кто говорит, я люблю Бога, «А брата своего ненавидит тот ужец, ибо не любящий брата своего, которого видит, как может любить Бога, которого не видит». В нашей жизни Христос присутствует через наших ближних. Это постоянно проразглашает и Писание, и предание. Мы это видим и в наставлениях святых, что то, как мы относимся к нашим ближним, так мы относимся к Богу. Таково наше подлинное отношение ко Христу. В 25 главе Евангелия от Матфея, в притче о страшном суде, Господь отождествляет себя с малыми семи. То есть то, что вы сделали для малых, то вы сделали и не сделали для меня. И наше подлинное отношение к Богу проявляется в нашем отношении к людям. И, конечно же, эти люди не безгрешны. Конечно же, эти люди могут вызывать наше раздражение. Конечно же, эти люди могут нас задевать, могут быть нам неприятны. Или даже могут всерьез какие-то обиды нам наносить. Но мы должны их любить любовью Божией. Потому что любовь Божия это то, что превосходит наше естественное отношение. Да, мы обычно любим людей, которые к нам относятся хорошо, которые нас чем-то зацепили. Мы их избегаем или наоборот с ними ругаемся. Но Божия любовь, она преодолевает немощи и недостатки наших ближних. И мы имеем от него такую заповедь, чтобы любящий Бога любил и брата своего. То есть наша любовь к Богу проявляется в том, чтобы любим нашего брата. Он послан нам Христом, чтобы мы проявили нашу любовь к Нему. При том, что, конечно же, наш брат, в отличие от Христа, не является безгрешным и чем-то нам может быть неприятен, но мы должны проявить нашу любовь к Богу именно тем, что мы проявляем нашу любовь к брату. И на этом заканчивается четвертая глава и цикл это она входит наша беседа входит в цикл, который представляет библейский портал Экзегет. Редактор субтитров Корректор Продолжение следует...